I have ways of blowing things up думаю но вы тоже знаете сейчас то последней серии не последним посмотрим хорошо тут у нас есть аж целая записка хорошо сейчас минутку да и за работе вот этого насоса двигателя мне на секундочку просто показалось что со звуком что ладно и так это томас у нас до записка томаса давайте почитаем когда мы наткнулись на это место то подумали что это просто старый немецкий бункер пара коридоров просроченные припасы через две недели раскопок мы поняли что у фюрера в свое время были большие планы на это место там была целая система подземных ходов прочные железобетонные стены и все такое видимо он построил себе укрытие на случай если его идея с господствующие расы провалится а как бы фигали да у него были бункеры но они были в германии какой стороной бункер в польше строился бы для фюрера ну ладно блин ну а коммунисты сделали то что умеют лучше всего присвоили чужое это правда это правда они хотели превратить бункер в полноценное ядерное убедущее даже провели туда электричество но больше они ничего не успели в ниве все пошло наперекосяк счастью для меня проект был секретными я позаботился о том чтобы секретным он и остался насколько мне известно большинство знавших о бункере погибли во время резни не то чтобы это можно было назвать удачным поворотом но 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 понятно и так значит у нас тут есть некий секретный бункер ну как бы да так изучим местность ну 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 я примерно понимаю что сейчас и где и как мы сейчас в комнате номер три ну-ка комната контроля из чем бы с чем бы первый кран тик второй кран тик ага вон они находятся первые вон там это нужно вокруг обойти то есть мы с вами вошли примерно вот сюда вот здесь находится та штук которую мы запитали вот здесь вот мы с вами полазили вот здесь во втором у нас выход что такое второе центру чем бы центральная камера 2а северный выхода вот значит два это там тут а где мы на нам нужно выйти откачать воду и 2а это получается ну в принципе все логично пойдемте может быть все таки получится воду откачать да да работает да 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 так а что мы тут делаем водяная помпа номер один водяная помпа номер два синие так понимаю так вот это уровень воды это черт оба 2 балла бабака закрыты а может я смогу добраться туда чтобы открыть их вручную нет но это загадка с перекачиванием воды это понятно то есть по идее если сейчас залью воду сюда да то я не смогу попасть в этот резервуар так как он будет переполнен и пэп и не смогу пройти к центру правильно ну-ка пойдемте посмотрим да это у нас комната с переключателя а почему по длинной стороне пошел давайте вот эту вот музыку свою криповую уберите я просто иду проверить а тут теперь створка закрыта потому что бак заполнен так что ли все понял знаете вот эта фишка немножечко похоже на старые фильмы с джеки чаном там доспехи бога и всякое такое которое под конец проходит на каких-то старых заброшенных базах так хорошо а так у нас заполнена центральная да хорошо я вас понял ну пойдемте открывать вручную еще раз дай я не это хотел успокойся все я случайно мимо кнопочки в сторону промахнулся нажал на f так 4 а у нас находится вот тут вот близко сейчас то есть мы по идее ай блин эти тапки у сделайте выход блин на эскейп люди значит она находится здесь где-то по нет зачем нам вот это вот механика эта механика нам нужно для того иначе мы уже давно прошли зачем нам нужно механика обратно включать свет это электричество это нам нужно потому что за нами будет гнаться саранча это сраная нет так ладно теперь мы можем сюда по крайней мере пройти до да теперь у нас тут не затоплено и мы можем что мы можем пройти дальше а и для этого нам нужен здесь источник силы чтобы запитать спасибо камере нифигища непонятно из того что здесь происходит огромнейшее просто спасибо благодарю то есть то есть и так локация не самая блин понятная а куда ну блин вы издеваетесь нафиг погодите я чего-то не понимаю в этом мире да вот я могу свалить в духовный мир что у нас здесь у нас здесь да иди ты блин ёлки-палки овца ты тупая беги да не сюда а туда и пройти не могу так я не могу этот резервуар сейчас автроидан или чё происходит или он находится где-то погодите ну тут у нас тут мы воду откачали туда мы можем теперь пройти из чем бы ну да красная заходим сюда и здесь это центральная камера погодите центральная камера вода у нас закачалась это не вот этот переключатель мне отсюда я так понимаю нужно воду откачать до что-то бред какой-то я там откачал воду теперь я могу туда попасть почему я не могу там ничего сделать хотя да у нас там система зарядки есть но не зарядки ну это смысле энергия хорошо вода у нас сейчас центральным а что если мы уберем воду зальем ее сюда и зальем сюда опустошим а так вот теперь сможем добраться до первых девочки выбрать неблагодарная а у нас тут еще и вот такая фигня есть я мог тогда еще чем бы ты сейчас была нормальным человеком отгоревшим обугленными спешим трупом тем не должна то что я и предполагал что здесь что здесь все это время будет ходить это козлина и поэтому нам там нужна фишка с электричеством ладно тут теперь по идее нет воды теперь мы можем сюда зайти так блин так спасибо супер пойдем дальше какая блин разница какой кран первым включать елки-палки эти два резервуара абсолютно независимы друг от друга игра прекрати на приемrum Да, сейчас она готова降нивать немного воды. Хватило, кстати, немножко энергии. Энергия у нас будет во втором резервуаре, да, я так понимаю? Мы сейчас... Всех прочих было мало, очень мало. Я голодала, замерзала. А она старая, изношенная тряпка. Но это она про сестру, что ли? А ты и тот же самый материальчик. Ну, потому что сестра, понятно. Я не знаю, откуда оно сейчас вылезет, и благодаря камере я не могу ничего предсказать, поэтому я буду просто ползать здесь, идите нафиг. Давайте где-то автосейвы будут происходить, а? Ну, то есть, по-человечески, если... Хорошо. Заливаем сюда. Погодите, а почему мне не хватит одного резервуара? А, блин, потому что надо два, да. А почему половина? Да вы чё? Ну, то есть, почему в это влезает только половина вот этого? Я сейчас всё перегоню пока что в центральной. Мне всё равно нужно вот этот резервуар ещё отмотать. И пока что неплохо, по-порому, да просто второго бака. Да понятно. А, у нас тут ещё вот такая штука есть. Хе-хе-хе-хе-хе. А, окей, окей, окей. Water level indicator. Та-та-та-та-та. А, ну, до этого мы и так догадались. Я думал, нам тут откроют тайну, почему нельзя начать со второго, но нет, блин, всё нормально. Так, я понимаю, что мы сейчас за собой включаем вот эту электрическую фигню. Будет ли это ошибкой, не будет ли это ошибкой? Посмотрим. Я думаю, что я включу. Ну, смотрите, тут 50 на 50. С одной стороны, если он будет бежать с той стороны, то этого задержат. Если он будет гнаться за нами с этой стороны, то нам задница. Ладно, не буду пока что включать. Ну, логично предположить, что он будет идти с той стороны. Чёрт, иначе зачем нам это? Я могу об этом пожалеть, я уже говорил. Так, ну оно где-то там, в центральном ходило, значит, оно может быть и здесь. В мире столько всего, что мы сможем увидеть, что сможем съесть. Что сможем надеть. Нельзя же ходить вот так. Одинокой, голой, замёрзшей. Позволь мне надеть тебя. Мы будем ходить в этот мир вместе. Погодите, а мне же нужно... А! Мне нужно физической оболочкой пройти дальше, духовной. То я не смогу кран открутить. Хе-хе-хе. Чё-то я тупанул. Что-то мне кажется, да, мне назад придётся бежать, поэтому, наверное, зря я там электричество врубил. Хотя, чёрт его на самом деле. Ну, тут же не зря дальше можно пройти. Погодите. Хе-хе-хе. Да. Болто. Твой выход. Торвежуши. А! Я и не смог бы открутить. Я думал, тут сейчас записка какая-то будет. А нет, блин. Банальное усложнение сюжета. А это у нас просто выход, что ли, сюда будет? А! Раз выход сюда, значит, там электричество не зря. Всё-всё. Я теперь понял, как это работает. Он появится, когда мы будем... Ну-ка, я пойду просто сейчас нажму. Но оно не откроется, да? Потому что у нас сейчас резервуар... В центральном резервуаре вода. А нам нужно, чтобы в центральном не было воды. А, вот она, выход отсюда. Да, да, да. Значит, мне сюда надо будет бежать. Только нужно его немного подсушить. Угу. Я всё правильно понял. То есть через этот резервуар мы будем идти в центральный. А из центрального мы уже будем сбегать. И поэтому, когда мы будем выбегать из командного пункта, нам нужно будет вырубить электричество, чтобы отрезать путь этому уроду за нами. Ну, по идее, логически было бы. На тебе крантик. Нажми, пожалуйста, крутани. Это всё. Второй выход. Храняшка прошла, спасибо. Может, я тогда не буду ползти? Меня всё равно загрузят отсюда. Мелый маленький кукольный домик. Так много кукол. Такие хорошие платьица. Да повернись ты по-человечески. Лилиан Фрэнсис. Лилиан Фрэнсис. Сиделка Урсула. Ну, сиделка, да. Она была ненасытна. Так, откроемся проход. А он только... Только он смог сбежать. Только он смог сбежать. Но их надолго не хватает. Их не хватает. Не хватает. Сейчас мы половинку спустим в этот резервуар. Да, центральная камера открыта. Теперь надо доставить твою... Да иди ты, пожалуйста! Всё, до свидания. Надеюсь, ты с той стороны пойдёшь, а не с этой. Ну, по идее, так... Ну, тебе, в принципе, пофиг, что затоплено, что не затоплено. Поэтому, я думаю... Тут две активности, связанные с вот этим вот уродом. Во-первых, сиди тихо и не рыпайся. Во-вторых, беги со всех ног. То есть, вы понимаете, они абсолютно взаимопротивоположные. Поэтому, угадать, что сейчас произойдёт... Я потихонечку пытаюсь ползать. Но сейчас мне такая игра скажет... Беги! А потом... А, ну ты проиграл. Ну, не знаю. Немножечко сомнительная тема. Ну, и опять же... Эта игра очень скупа на какие-то точки взаимодействия. Поэтому, если нам предлагают включить электричество обратное и не отобрали у нас эту возможность... значит, наверное, это нужно или важно, или что-то ещё. Посмотрим. Но оно там в центральной бегает. А, ой, центральная открыта теперь. Да я нажимаю! Ну, какого голода, никакого холода, никакого стыда. Когда больше... Пусть смотрят, пусть едят, пусть знают, пусть ощущают... Да блин, ты как заевшая пластинка! Ты так же задолбал! Так, ну мне нужно туда пройти в духовном мире. Физического у меня не получится, да? О, вот это вот, let me in! У меня же есть заряд, почему я не могу его скипнуть от этого урока... Блин, вы серьёзно, у меня... Или он мне не полный был? Что мне с ним делать? Как я должен это всё пройти? Ладно, чёрт с ним, сейчас посмотрим. На эти моменты, они реально такие... Такие, ну, блин... Да, 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 я это всё уже слышал. Я это уже всё слышал, игра, перестань меня мучать этим. Из всех кат-сцен, которые можно было не скипнуть, это самое не скипываемое, самое раздражающее. И здесь я чувствую, что я подохну ещё 2-3 раза. Да-да-да, our pain, я тебя понял. Так, мне надо свою тушку спрятать. По-хорошему. А, и что? Э-э-э-э, нет, ну, блин, у меня теперь полная штука, да? Идите всадницу, у меня сейчас... А, ну ладно, ладно, не полная, но всё равно. Вот, видите, нажмите Space, чтобы энергетический импульс... Ну, блин, у меня есть энергия, я же не всё потратил на чёртову саранчу эту. Так, вы мне предлагаете бежать? Что... что здесь происходит? Это очень тупо, я не могу спрятаться. А, по-моему, я понял, что мне нужно сделать. Мне нужно своей духовной частью убежать подальше, а потом физической, вернуться сюда и нажать на кнопку. Это вы от меня хотите? Я же тогда подойду поближе. Я идти могу, пожалуйста? Да, ну хорош! О, как же это бесит! Я тупо вышел из своего тела и заглючил, я не мог куда-никуда идти. Спасибо, давайте пересмотрим эту сценку ещё в 4-й, блин, в 35-й, в 154-й раз, чтобы его... Это бесит, это просто бесит. И она не скипывается, эта сценка. Да, 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 никакого голода, заткнись уже, урод! Создатели вот этого момента, блин, твари, просто горите в аду за такое издевательство над игроком. Да, да, да. Макс Пейн. Игра мне подсказывает, типа, ну нажми ты, эээ, да я нажимаю! Нет, вернись, вернись! Это относительно простой момент, зачем было его так искусственно усложнять? Я не пойму, почему его это сейчас, типа, током ударило, тут у нас вода или чё тут? Я что-то включил, его что-то переглючило и... Эй, ладно, к чёрту. Просто отвратительнейшее место. Откачайте воду. Откачайте, блин, себе слизи из мозгов! Лили, Томас, вы были здесь? Я это чувствую. Ну, понятно, блин, что были. Он сюда Лили притащил и пытался, и держал её в заперти. То, что нам говорил Фрэнсис, что он держит её в клетке. Так, красная и зелёная. Явно не просто так нам это дано. Нам нужно эти двери, что, переключить? Скорее всего. Так, погодите, перед тем, как я там начну кнопочки тыкать, давайте посмотрим. Тут же что-то будет? Как минимум. Записочка от Томаса. Всё, что я зачеркнуто знаю, предполагаю. Силы берут своё начало из одного и того же источника, но проявляются по-разному. Она, похоже, существует в обеих мирах, будто её разум живёт на двух телах одновременно. Это, он сейчас, наверное, провод это чудище, да? Для неё, то, что происходит в одном мире, влияет на другого. Видит ли она грань между мирами, или для неё это один и тот же мир? Новая гипотеза. Смерть размывает границу миров, и разум новорождённого не нужно... Разуму новорождённого не нужно разделяться. Вроде логично, хоть чертовски странно. Ну, в принципе, да. Да, я, пожалуй, с этим соглашусь. О, ещё что-то. О, атлас бабочек. Мы, может, откроем, посмотрим, полистаем. Нет, спасибо, блин. К чему нам этот атлас? Погодите. Мы знаем, что Мариане, наши героини, и нравятся бабочки. Так? Так. Бабочки и мотыльки вроде как тотемного животного для этой игры. Смотрите, тут есть лампа, и рядом с этой лампой расположен атлас по бабочкам. Ну, опять же, как мотылёк на свет. Тут много проводится параллели и всему этому, но... Хорошо, хорошо, ладно. Посмотрели. Итак. Ага, на зелёную надо. Но это мы знаем. Посмотрите помещение. Нет, ну вы... Я думал, сейчас будет головоломка с... Подстроя энергию на правильный уровень, но здесь нет. Пойди ещё и найди предохранители и всякое такое. Это витамины, антибиотики, нейролептики, антидепрессанты. Да. Наглата лекарств даже по моим меркам. У кого-то были большие проблемы, даже по твоим меркам. А... Нету тут случайно, нет? Так. Книжечка. А где я, по-вашему... Должен... Пробку-то найти. Хорошо. Пойдёмте. Ну, нам туда надо попасть, да? Да. Давайте без этого говна сейчас, пожалуйста. Сюда можно? Нет, нельзя. Топор. Возьми топор, слушай. Знаешь, просто с топором спокойнее, чем без топора. Ну, так вот. Просто чисто теоретически. Дверь. Кстати, дверь выломана. Её выбили изнутри. Я даже, по-моему, предполагаю, кто мог это сделать. Хотя, знаете, я не понимаю, как он передвигается. Иногда мы видим, что он пробивает двери для того, чтобы пройти между комнатами в физическом мире. А когда мы его заперли вот такой же металлической дверью, как он попал потом в резервуар? Это была какая-то телепортация. Он умеет телепортироваться. Мы это тоже видели. Когда мы убегали от него по стройке, он там и проламывался, и телепортировался. Здесь в угоду игре... Чёрт. Надо было сначала туда зайти. Или мне туда не дали зайти. Это было место, где держали Лили. Ну, понятно. Бабочки. Одиночество. Человек. Так, соль. Кто бы знал, что всё это так просто. Немного алхимия, чуток духовной материи. И вот оно. Видимо, народные поверения не соврали. Ладно. Главная комната готова, и она работает. Действительно работает. В первый раз в жизни я в полном одиночестве. Как это всё прекрасно. А, посмотрите на... Теперь я не могу посмотреть на это поближе. Спасибо. Я оценил. Опять соль. Вся комната и усыпана. Ну, потому что тебе сказали, что она работает. Да не то. Представьте, как ты сидишь здесь, заперти ежедневно, и руку втыкали иглу. Леля, ты такого не заслуживала. Ну, в смысле, не заслуживала. Он её спасал от вот этого демона. О, она ей давным-давно выросла. В комнате сплошь игрушки. Я не вижу в этом никакого противоречия, если что. Ну, хочет человек игрушки. Хорошо. Маленькие окошки в мир. Лучше, чем ничего. Книги? Ну, солнечный свет буквами не заменишь. Кому нужен солнечный свет? Тут тоже у нас не... А, тут срабатывает, кстати. Там с книжкой не срабатывало. Одёжка? О, сколько нарядов. Или могла прихорашиваться, но смотреть на неё было некому. Может, он и хотел как лучше. Это уже садизм какой-то. Да, в смысле, садизм. Блин, ну, нормально. Ты вообще, что ли, тупая? Он её держал здесь. Фрэнсис думал точно так же, как и ты. Ну, нельзя же держать так ребёнка. Взял, выпустил вот эту тварь наружу. Ты такой, ну, нельзя же её так держать? Ты не видишь, к чему это привело? Ты, блин, вообще идиотка, что ли? О, так, здесь можно осмотреться. Наверное, значит, с книжками всё-таки можно осмотреться. Давайте. Да, просто пока идут титры, ты не можешь осматриваться. Тебе нужно обязательно... Так, минуточку, минуточку, минуточку. А пробку назад можно вставить? А то я что-то как-то так быстро выкрутил, и тут свет погас. Я только после этого заметил, что... Да, её можно обратно вставить. Нет, чёрт, нет! Да, дверь выбили, бла-бла-бла. Топоры. Топоры. Так, тут есть парочка у нас дверей. Хорошо, давайте подадим питание таким образом, чтобы... Его на всё хватало. Теперь-то это должно сработать, да? Я надеюсь. Так, чёртова камера. Знаете, под конец игры это не просто раздражает, это уже бесит. Прям вот. А-а-а! Всё? Так. Так. И так. Логика всех игр. Не дергай всё подряд. Дерни через одну в конце. Ладно. Это было, на самом деле, очень просто именно догадаться, а не пробовать методом научного тыка. Хорошо, вот эта дверь открылась. Дверь, я так понимаю, открывается автоматически. Нас не особо затрудняет их открывание. Миленько. Очень миленько. Минималистичненько даже. Зеркало, кстати, разбито, если что. Я думаю, вы понимаете, почему. Посмотреть мы на объедки никакие не можем. Опять же, у нас тут лампа горит, керосиновая. А, можем. Плесень. Довольно свежая. Видимо, кто-то был здесь совсем недавно. Вот, я о том же. И, кстати, ребятушки, посмотрите на вот этот вот стакан. И посмотрите на вот эту пепельницу. И посмотрите на вот эту кухню. Это случайно не то место, где мы потом пьём чаёчек в конце игры? Ну, хотя, наверное, нет, но просто ладно. Так. Возможно, я смогу попасть в ту сторону, если я... Нет! Осколки зеркал. Да, я понял. Три. Три. Три куска зеркала надо найти. Ну... О, записка Томаса. Как тихо. Теперь здесь только мы с ней. Я и она, как странно, но так прекрасно, как будто так и должно быть. Надо насладиться моментом. Я уже начал переносить мастерскую поближе к гостинице. Если что-то случится, я не хочу, чтобы она была рядом. Скоро я пойду туда, чтобы вернуть его. Я вижу только два исхода. Либо мы вернёмся вместе, либо он вернётся... Либо не вернётся ни один. То есть Томас запер здесь дочь. И пошёл бороться с Моу. Но, видимо, этот урод начал побеждать. И Томас позвонил нам, чтобы приехали мы. То есть всё это время он знал, что мы живы. Но предпочитал не впутывать нас в это всё. Хотя кто бы ещё лучше смог помочь, чем мы. Ладно, я не буду про это ничего говорить. Тут возможны плюсы и минусы, которые я не вижу. Поэтому я не буду это осуждать. О! Первое зеркало, привет. Нет, 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 блин. Радио это... Я не хочу этого. Это жутко, это неприятно, это... Душ, конечно, задёрнут. ну как же по сортирам то не полазить так но тут к сожалению ничего нету но блин серьезно я залез сортировать туда ничего не положили а как же стандартные фишки которые там лечебный спрей в унитазе вы все равно старайтесь в резидентах сделайте что-нибудь топор возьми говорю вот вот это открылось здравствуйте похоже он таки не поистал заниматься интересовшего тема может следующая жизнь ему больше повезет старый краков история архитектура это он уже архитектор поэтому тут у нас и принадлежности книги по архитектуре в принципе логично записочка у них у всех разная форма отрыва прикольно сегодня она едва меня не увидела почувствовала меня я должен был это предвидеть нужно было нужно быть осторожнее держаться от нее подальше зачеркнуто просто зачеркнуто я просто я постоянно думая не зачеркнуто я думаю я знаю что правильно поступил оставив ее в больнице так будет лучше для всех а главное для нее это он про нас если что но я все думаю о том некой дни когда ее мир изменится когда она узнает кто он на самом деле она ничего не поймет она испугается я должен быть рядом что помощи во всем разобраться поддержать и нет она справится она сильная совсем как ее мать то есть он оставил нас в больнице и решил в это все не впутывать так как я только что и предполагал окей это в принципе имеет место быть джек оркан это кстати наш приемный батя так понимаю джек похоронное бюро последний путь джек орка номер телефона не зв что такое не зв я не знаю спасибо вам переводчики но на карточке написано don't не надо видимо вот это не зв значит не звонить да перевод здесь у нас к сожалению локализация перевод отвратительнейший честно говоря по хорошему в такие игры нужно играть в оригинале опять же я играю на русском языке исключительно потому что эта игра выходит для канала и мы смотрим ее все вместе но мое личное мнение остается прежним я при копыте игры которые играю сам я продолжаю играть исключительно языке оригинала по возможности второе стекло ну и просто я почему эту тему сейчас поднял вот эта игра отличные явно рабочие местом сочувствую решимость вот такая вот доска с бумажечками и чем бы он не работал он старался изо всех сил такая доска с бумажечками это обычно американская фишка так вот это к чему говорю что тема о том что нужно играть в оригинал как раз очень хорошо подтверждается вот этой игрой в которой просто отвратительнейший перевод очень многие вещи перевирают хорошо ты пытался изгнать монстра и вернуть другого себя я думаю что вот та отсылка почему я называю его мо потому что она написана немножко по-другому но в стиме в оригинале это существо описывается как мо сейчас в локализации говорится монстр но ну ладно пишется чуть-чуть по-другому не будем об этом в общем чтобы вы понимали что творится мо это монстр ну так просто монстров тут у нас много у нас и генри так-то грубо говоря был монстром и все дела хорошо 3 3 кусок скорее всего у нас в этой комнате содержится а тут по пути ничего нету нет ничем хорошо и сюда свет у нас таки не вернулся да и тут я и все обследовал погодите соль капельница книжки кукла одежка в одежке за одежку нас не может быть осколка нет ладно эта комната у нас сама по себе видимо в ней не будет ничего такого еще одна фишка которая мне здесь очень сильно к сожалению не устраивает то как здесь срабатывают скрипты то есть определенные вещи которые ты можешь сделать довольно логически не происходит и не дают тебе ничего сделать пока ты не сделаешь что-то другое я понимаю что в этом суть скриптов но это можно сделать не настолько явно не настолько криво ладно два куска у нас есть пойдемте их вставим так везде ли мы заходили мне кажется у нас есть . стиральной машинки внизу но она не загорается это просто от блеск видимо кстати а вот тут вот зеркала не тоже есть а тут битые зеркала они там были но они битые они маленькие так тут мы тоже вроде как ничего не видим спасибо управлению на клавиатуре я не могу одновременно бегать и нажимать сканер и одновременно в общем бегать и нажимать сканер это падать под один палец не дышать и приседать это под под один другой палец это отвратительно а она тут и лежит спасибо то есть я тут проходил как раз удивился что у нас тут нету никакого действия но здесь это действие появилось как только нам нам нужно нам оказалось нужно искать зеркало черт с вами ладно сюда вот этот кусок это понятно сюда в вот этот кусок это понятно сюда вот этот и вот тогда наконец мы наконец встретились с кем с томасом давай ты будь томаса нему томас давай с томасом томас не 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 иди лесом а да это томас хорошо это ты ты жива томас каком-то смысле стоп ты другой томас ты дух да за которого мы топтали воспоминания но ведь ловчий я думал а ты погиб погиб нет я попал в ловушку долгие годы был запер в больном разуме генри а то есть ты все-таки поймал а да когда ты его изгнала я наконец обрел свободу то есть генри его все-таки поймал как я и думал вот почему ты так важна и ты ведешь дело до конца где он где мой отец погодите тогда он не мог позвонить нам я не знаю если он был заперт в мозгу генри на пересмотреть первую серию кто нам звонил смотрит в тот мир его там есть впервые за всю жизнь и ощущая его присутствие я так долго не было приличненько тогда останься ненадолго расскажи мне еще из чего все началось да это та же самая кухня и мы разговариваем с ним они с агентом как я предполагал в принципе даже логично но кухни я узнал расскажи мне чего все началось все началось с мертвой девочки мы приходим к первой фразе игры вот тут красиво вот тут красиво не спорю прям смачно и поэтому она тут замызганная грязная поэтому она просто наливает чай очки решает ему все рассказать да это та же самая кухня как только я увидел чертов стаканчики пепельницу до меня это дошло но я не мог связать каким образом и с кем мы тут будем говорить но вот не кури фу это вредно все началось с мертвой девочки круг замкнулся причем круг замкнулся красиво просто красиво мне понравилось как они это сделали просто офигительно и мне нравится что мое предположение разбилось и что нутка она была более-менее логично что она сидит и разговаривали разговаривать с чуваками служб безопасности но я рад что я ошибался потому что это был сейчас хороший поворот так но у нас теперь двое так алили неужели мой отец убил ее ну да скорее всего это он на нее застрелил нет он поэтому не сделал он не смог бы как бы смог бы я думаю понять что произошло он не очень любил либо его с обеих это объясняет почему она составил в больнице не хотел впутывать тогда что с ней случилось что это за место здесь он ее держал та комната существует только в одном мире другому миру она не подвластна потому что в стенах соль да это мы видели томас создал ее чтобы иметь возможность побыть одному только там он мог чувствовать себя нормальным то есть он подавлял тебя за счет этой комнаты в том числе мог укрыться от своих способностей и от меня комната пригодилась когда лили стала нестабильный нестабильный что это значит она тоже медиума рианны и очень сильный блин как будто мы этого не знали видимо это семейные когда ричард ее обидел в ней что-то пробудилось что-то что-то ужасное да и отойди от зеркала я знал что однажды она вырвется на свободу вот чего боялся твой отец он хотел предотвратить это да с этим мы тоже разобрались почему он позвонил мне но это значит что он еще жив дали ли а лили жива и еще можно спасти в смысле же вы чё найди ее марианна где моя сестра сама знаешь погодите озеро это твари же близко иди я задержи насколько смогу я тебя не брошу как бы у него боевые способности есть в отличие от тебя девочка всех не спасти бабочка моя уже я-то знаю еще бабочкам и это возможно как он их называл в детстве так окей вот это вот это интересно и это круто с одной стороны с другой стороны ладно 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 сейчас погодите нет 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 так у нас неплохо так флэшбэк ну хорошо иди на свет бабочка хорошо все ребятушки доберитесь до озера тогда получив некие вопросы и пищу для размышления на этом эту серию заканчиваем она нифига не последняя что меня первую половину серии огорчало а сейчас меня это радует потому что как-то эта серия получила что первая половина этой серии было нудные тягомотные раздражающий а вторая получила очень приятный твист и я рад что не все мои предположения сбылись потому что честно говоря ребятушки меня очень сильно достало быть всегда правым в предугадывание событий и приятно когда игра может тебя поводить за нос и преподнести тебе какой-то сюрприз это это бодрит я очень рад этому ладно серия так немножко затянулась и будем заканчивать спасибо что были с нами видимся тогда в следующей серии всем удачи добра поправа всем молодушек и всем покеда и